Русский живописец 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 В этом году император Павел I дает Алексееву задание написать виды Москвы. Художник очень увлекся старой русской архитектурой, пробыл в Москве больше года, выполнил большое количество зарисовок с натурой, по которым впоследствии создал серию живописных полотен. Главным образом это разнообразное изображение Кремля. Виды отличаются достоверностью, можно сказать даже документальностью. Московские работы привлекли к Алексееву многочисленных заказчиков. Его ученики Александр Кунавин и Ларион Машков создали серию московской пейзажи. Эти картины изображают знаменитое архитектурное сооружение, многие из которых уже утрачены. Церкви, монастыри, усадьбы, резиденции. Наиболее значимые картины хранятся в Третьяковке, Государственном историческом музее, Русском музее в Петербурге. В 1801 году художник лично подарил императору Александру I самую прославленную из этих работ. Картина «Красная площадь в Москве». В последних работах, как отмечают искусствоведы, Федор Алексеев начал отходить от школы каналета и академизма. Он добавил в свои картины легкую небрежность и изысканную декоративность. Вот как пишет Игорь Грабарь, искусствовед, живописец, реставратор. Когда Алексеев только каналет, то он интересен и им искренне любуешься. Когда же он становится самим собой Федором Алексеевым, он сразу преобразуется в значительнейшую фигуру в русском искусстве. Художника, оказавшего огромное влияние на русский пейзаж первой половины XIX века. И в заключение надо сказать, что да, действительно, Алексеев первый русский живописец, мастер городского пейзажа, скончался в бедности в 1824 году, через три дня после создания своей последней зарисовки наводнения в Санкт-Петербурге у Большого театра. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Он был настолько беден, что академия вынуждена была выдать деньги на его похороны и пособия вдове и малым детям. Ну вот, пожалуй, все. Смотрите картины. Сегодня мы познакомились с Алексеевым Федором Яковлевичем, русским живописцем, одним из основоположников русского городского пейзажа, русским каналетто, крупнейшим мастером русских ведутых. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok